Приветствую всех ценителей качественных ножей на канале Резать.ру Сегодня мы с вами будем говорить об вот этом фиксоде ноже от Mr. Blade представителем так называемого подкласса тактических кухонных ножей достаточно популярного в последнее время собственно сам нож называется Pioneer и обзор мы начнем с технических характеристик изделия нож Pioneer оснащен клинком из стали AUS-8 длина лезвия 17,5 сантиметров видно хорошо толщина обуха 4 миллиметра ширина клинка 4 сантиметра монтаж как видите full tank рукоятка выполнена из термопластика также в комплект входят вот такие вот ножны из Kydex нож в ножнах садится достаточно хорошо, плотно, не выпадает петля ножен, видите, имеет такой вот интересный зацеп то есть у вас с ремня эти ножны не соскользнут будут держаться плотно обращаем внимание на наличие винтов то есть в принципе можно вот эту часть при желании снять и просто использовать одни ножны отметим еще наличие большого количества люверсов можно прицепить темляк или создать какую-то страховочную систему что еще интересного можно сказать об этом ножи ну пятка, причем не острая пятка клинка заканчивается вот таким отверстием то есть в принципе можно тоже страховочный шнур здесь поставить и закрепить на задней головке рукояти и отметим, что хвостовик клинка выходит за пределы задней торцевой части рукояти и образует вот такой вот стеклобой ударный такой инструмент, с помощью которого можно выполнять какие-то работы далее рассмотрим нож поближе собственно для чего именно этот экземпляр он не новый его хозяин ну скажем так не особенно жаловал и не заботился сильно об уходе за ножом поэтому имеем некоторые проявления коррозии вот близ обуха, близ острия и на этой стороне так же вот так же я вот специально вышел на солнышко, чтобы продемонстрировать то, что вся режущая кромка ножа блестит то есть она она затуплена сейчас я покажу еще нарез что этот нож он абсолютно тупой и нуждается в заточке для чего это мы делаем? для того, чтобы показать как быстро этот нож можно привести в порядок как можно побороться с ржавчиной чем ухаживать и собственно потом протестируем как этот нож начнет резать итак, насчет реза вот бумага вот собственно нож ну вообще ну ноль вообще абсолютно не цепляет нигде никакой частью своего лезвия ну только рвет только рвет что ж попробуем удалить ржавчину и наточить этот нож для этого воспользуемся ветошью уксусом чистящим порошком и смазкой всем рекомендую вот такую смазку болюстол отличная гигиеничная и хорошо сохраняющая предохраняющая клинки от ржавения и 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 Итак, посмотрите, пятна, которые были, пятна ржавчины, они исчезли. Достаточно было где-то порядка десяти минут поработать с уксусом и с чистящим порошком. Итак, лезвие ножа приведено в порядок, чистенькое, без следов ржавчины. И пришло время, этот нож нужно точить. Точить я его буду с помощью алмазных брусочков от DMT и даже не буду пользоваться специальной струбциной. То есть вы сейчас посмотрите, насколько быстро и легко можно этими брусочками наточить этот нож, посмотрите на результат и все, в принципе, станет понятно. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Ну вот, в принципе, я одним камнем поточил, только одним, пока еще не перешел к файну, не к суперфайну. Можно сказать, такое, грубая заточка. И сейчас посмотрим, что у нас, как у нас нож режет. Как видите, режет на протяжении всей длины клинка режет. То есть АУС-8 алмазными брусочками точится очень даже неплохо. Я еще немного подточил вот этим вот бруском. Ну, уже не на камеру, просто до ведения. И, в принципе, сейчас готов продемонстрировать. Надеюсь, видно. Ну и на финише, скажем так, вот это вот средство. Всем рекомендую. Немножко ветоши. Смазали. И теперь ваш нож будет защищен от коррозии. И будет служить вам долго и хорошо. Ну и, конечно же, тест. Тест на том, для чего этот нож предназначен. На готовке, нарезке продуктов. Мы сейчас с вами поработаем с мясом. С зеленью. С мягкими и жесткими овощами. И увидим, насколько этот нож состоятельный. Начнем с зелени. Укроп и кинза у нас там есть. Очень легко. И, заметьте, большая ширина лезвия позволяет использовать как лопатку. Очень хорошо все режется. Ну и с кинзой, я думаю, тоже никаких проблем не будет. Зелень у нас уже есть. Теперь нужны овощи. У нас есть вот эта прелесть. Начнем, пожалуй, с сочного спелого томата. Продемонстрируем, как тонко может резать этот нож. Вот так, смотрите. Ну это, конечно, мы просто демонстрируем его способности. Так тонко нарезать не требуется вообще. Но, как видите, можно очень тонко. Ну а для нашего салата, мы просто удалим плодоножку. И нарежем помидор широкими крупными кусками. Потому что ему придется соседствовать с мясом. Далее у нас огурцы. Очень даже неплохо. Теперь перец болгарский. Конечно, работать с перцем с помощью этого ножа не очень удобно. Можно ножить поменьше. Но мы же не ищем легких путей, правильно? Будем вырезать сердцевину эту с помощью большого ножа Tactical Kitchen под названием Пионер. Который, по сути, является шефом. 17,5 см в лезвию. Это шеф. Да, еще один такой момент, пока я здесь работаю с этим перцем, хотелось бы озвучить. Во время тестов я не люблю говорить о таком параметре, как сведение. Его, на мой взгляд, немножко переоценили, этот параметр. Я в будущем посвящу этому вопросу его освещению. И постараюсь донести до вас, почему именно я вот этот параметр недолюбливаю. Я его считаю просто приблизительным, понимаете? Слишком приблизительным. Приблизительно так, если бы вас спросили, сколько времени, и вы бы ответили, ну, среда. То есть, вот приблизительно такой параметр сведения. Это, на мой взгляд. Он говорит лишь, ну, очень приблизительно говорит о том, будет нож резать, не будет нож резать. Ну, это, конечно же, предмет дискуссии, и вообще мое сугубо личное мнение такое. Ну и, конечно же, нам нужен еще лук. Куда же без лука. Куда же без лука. Итак, главный ингредиент. У нас имеется вот такой вот замечательный кусочек мяса, из которого можно сделать очень много всего вкусного. и попробуем это сделать с помощью этого вот ножа. Попробуем разделить на вот такой там трикотик. И попробуем побороться с косточкой. Хотя это, в принципе, как бы очень не рекомендуется. Потому что для борьбы с костями существуют специальные ножи. Ну, это же тактический нож, правильно? Вот у нас нет с вами другого. Что мы видим? Вот нож не без усилий, но вполне себе отделил часть, которую мы сейчас трикотик на кости сделаем. И сказать бы, что появились какие-то зазубрины или что-то такое. Ну, так вроде бы нет. Но мы сейчас проверим на бумаге. Вот все тот же листик. Вот наш нож. Ну, посмотрим. Я вот этой частью резал, да? Ну, вот с самого края, да? То есть, в принципе, этот ножик может даже побороть кость, разделить и отделить мясо, перерубить что-то там. И, в принципе, у вас все получится. И он будет еще при этом достаточно острый. Ну, попробуем повторить операцию. Так. У нас здесь косточка вот она. Отделяем. Мякоть. И упираемся в кость, да? Так. И делим. Ну, так. Не без усилий. Ну, как видите, все получилось. И снова я не вижу никаких особенных зазубрин. Так. Одним клочком снимаем. Проверяем. И все-таки нож, даже вот здесь вот на самом краю пятки, он тут мокрый уже. Блин. Режет. Ну, может махает немножко, но... Ну, видите, с самой пятки. Режет. Режет. Не рвет бумагу, а режет. Ну, что, повторяем аттракцион, я так понимаю. Снова делим. Режем. Тут уже коты в гости пришли. Слышу. Так. Разделяем. Что тут у нас? Какая-то косточка под нас еще. Ну, что ж, будем бороться. С костями будем бороться. Ну, вот, что-то делится, что-то режется. Какой-то хрящик нужно убрать. Вот. Прекрасный кусочек для готовки у нас получился. Вот это уберем. Это лишнее. Так, коты, пожалуйста. Это готовим. А вот этот у нас, тут оно не нужно. Потому что совсем что-то не нужно. И что, здесь еще можно разделить, да? Ну, вот так вот. Вот по ребру. Делим еще на трикот. И снова кость. И мы с ней будем бороться. Ну, и победили, в принципе. Вот кусочек получился. И вот такой по толщину. При желании можно разделить. Здесь обрезок просто ребра. Давайте уже доделим до конца. Ну, вот. Получилось разделение вот такое вот. Скользковато. «Берегите пальцы» называется картина. Потому что можно остаться без стыковых. Режет нож, кости не режет. А с пальцами справиться. Сейчас вот что-то попало совсем уж жесткое. Ага. Вот так вот. Везде. Итак, вот имеется у нас. И вот имеется у нас. Все. Теперь осталось вытереть нож. Где-то здесь был ветошь. Ага. И где там наш листик многострадальный? Ну что, надеюсь, нож еще как-то режет. Смотрите И снова Это самый пяшный Вы знаете Я почему-то захотел себе Такое приобрести Далеко не каждый поварской нож Может после такого издевательства с костями Вести себя так хорошо Отметим Что это Честный Китай, мистер Блэйд Отметим, что Ценник у этого ножа Очень приятный И наверное Отметим то, что такой нож Можно не жалеть Как собственно владелец Именно вот этого экземпляра И поступает, он отдал его своим женщинам На растерзание Абсолютно не жалея И они там чуть ли не Клубнику обрезают этим ножом в оборудовании И как видите Совсем немного времени мне потребовалось Для того, чтобы привести этот нож в полный порядок Так что рекомендую присмотреться Китай это далеко не всегда плохо Как оказалось Подписывайтесь на наш канал Смотрите наш канал в инстаграм Заходите на сайт Резать.ру У нас очень много обновлений И эти обновления постоянно До новых встреч Вот Хотел показать Что собственно говоря В итоге всех наших экспериментов Тестов получилось Вот такое вот Симпатичное блюдо Минуточку Картина не полная Вот так вот Теперь картина полная Ну что ж Всех благ Пользуйтесь только хорошими Качественными ножами Приобретайте их В магазине Резать.ру Удачи